Друзья, всем привет! Вы слушаетесь D-Cast, 56-й выпуск. С вами, как обычно, я, Кейс Даймонд. Сегодня у меня в гостях Антон Солдатов, инженер-программист из компании IP on Web, где он занимается разработкой и поддержкой их собственной реализации ЛО. Антон, привет! Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, как давно и чем ты занимаешься. Ну, в IT я с 2005 года, и долгое время, но при этом долгое время я занимался такими необычными вещами, как разработка инструментов для обеспечения качества технических переводов, потому что, по первому образованию, я лингвист, и лет 8 я трудился в индустрии локализации. В какой-то момент решил сменить сферу деятельности, и последние 3 года я занимаюсь, работав в компании IP on Web, работал над разными проектами, и, в принципе, наша компания занимается тем, что предлагает решение в области РТБ, реал-тайм-биддинга, это торговля рекламой в реальном времени. И, собственно говоря, я сначала работал на проекте, который непосредственно реализует эту идею в том или ином виде торговля рекламой в реальном времени, а потом перешел в другой отдел, где стал заниматься разработкой нашей собственной реализации языка Луа, которую, в свою очередь, мы используем для скриптования бизнес-логики наших платформ, которые мы строим для наших клиентов. Слушай, но, знаешь, даже интересно, вначале ты говоришь, что у тебя лингвистическое образование, то есть, ну, как ты от него вообще в программирование попал, потому что, я так понимаю, или это как-то связано всё же было, то есть, лингвистическое именно в каком контексте? Это шло как-то всё параллельно. Я в школе учился в физмат-классе, но и параллельно занимался просто изучением иностранных языков. После чего поступил в МГУ на филологический факультет, и ничего не предвещало беды. Но у меня был некоторый опыт программирования, там курсы на втором, вот в 2005 году я был на втором курсе. Знакомые просто позвали, вот сказали, есть такая компания, она, в принципе, занимается техническим переводом. Ну, а если ты умеешь программировать, это будет вообще здорово, потому что у них есть всякие задачи по автоматизации. Вот, и вот как-то так я оказался на пересечении эти лингвистики. Ну, то есть, такое, знаешь, планомерное получилось погружение, то есть, вроде как лингвист, ну, а ты ещё и программируешь, ну, вот тут нам там подстроить, тут подбей, и как-то ты так потихонечку, в общем, ушёл туда с головой, я так понимаю. Да, да, примерно всё так происходило, то есть, изначально это были какие-то совершенно простенькие задачи по автоматизации деятельности в Майкрософт-офисе, вот. Вот, а потом компания стала больше времени, больше сил инвестировать в разработку собственных инструментов, и главный фокус там был. Главная проблема технического перевода состоит в том, что, когда ты делаешь перевод, у тебя должна быть соблюдена терминология, то есть, всё должно быть единообразно, консистентно. Вот, иначе любой технический специалист знает, что невозможно читать какой-нибудь документ, если в нём какие-то фразы использованы нетерминологично. Вот, и мы начали тратить больше времени на создание инструментов, на построение всяких морфосинтаксических движков, которые вы каким-либо продвинутым образом проверяли качество этой самой терминологии в переводах. Ну, и вот, всё, дальше, 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 всё больше и больше инструментов, да, реализацией которых я занимался. Слушай, ну, даже вот пока ещё вроде как планировали поговорить, ало, но тут такая интересная тема спала, расскажи чуть поподробнее. То есть, вот, как, то есть, я, честно говоря, вот смутно себе представляю, как у тебя есть текст там на одном языке, да, какой-то технический, текст, надо получить его же, ну, скажем так, который с точки зрения понимания и вот, ну, значение идентичен, но на другом языке, да, ну, окей, там термины какие-нибудь, там, IP, TCP, я не знаю, но вот такие, их просто не переводишь, с ними всё ясно, да, но вот контекст и вот эти фразы какие-то, фразеологические, не знаю, там, обороты и, может быть, какие-то даже, ну, вот контекстно-зависимый, там, жаргон какой-то, как вот с этим совсем, ну, одно дело даже перевести, другое дело, ты говоришь, что как-то пытаться, вы разрабатывали инструмент, который помогали как-то это контролировать и анализировать, вот это вот вообще так, интересно. Да, давай расскажу, потому что, на самом деле, вот, когда многим людям рассказывают, кому бы я не рассказывал в своём бэкграунде, в силу, скажем так, того, что индустрия локализации находится несколько в стороне, нет какого-то понимания у людей, как всё работает, ну, для начала, смотри, очевидно, что когда мы переводим текст, работаем техническим, вот, занимаемся техническим переводом, оно всё происходит не вот, не то, чтобы вот я смотрю в один вардовский документ, а печатаю перевод в другом, нет, несколько, мне кажется, несколько десятилетий уже всё происходит не так. Ну, да, хочется в это верить. Да, существуют специальные среды, специальные инструменты, специальные форматы для того, чтобы переводить было комфортно, и, на самом деле, вот, в большинстве случаев перевод сейчас происходит таким образом. Исходный текст разбивается на так называемые сегменты, которые почти, но не всегда соответствуют предложениям естественного языка. И получается такая логическая структура, похожая на табличку в Excel, вот, у тебя есть колонка с оригиналом, и тебе нужно заполнить соответствующие ячейки с переводом. А параллельно вот это вот ядро, собственно говоря, переводческого процесса рядом стоят такие вещи, значит, во-первых, есть компонент в этой среде, который отвечает, собственно говоря, за накопление информации о терминах, так называемый глоссарий, то есть, когда люди занимаются переводом, начинают переводить, они пополняют этот глоссарий. Как они его пополняют? Это отдельная задача. Можно написать программу, которая будет решать задачу термоэкстракта, то есть, по имеющемуся тексту, еще не переведенному, она, например, заполнит статистически, выберет что-то, что... Ну, понятно, да, пробежится, с учетом там лексографических этих лексимов, выберет и скажет, вот, у тебя там есть просто разные падежи с наклонений и так далее, но, тем не менее, слово одно, и ты ему, так сказать, заполняешь значение, и дальше уже пользуешься им. Да, не просто слово, да, а может даже фраза, которая там с точки зрения программы с высокой вероятностью является терминологичным относительно данного текста. Глоссарий может заполняться вручную, вот в процессе перевода человек переводит, ну и так далее, да, и вот этот компонент, который обеспечивает нам накопление знаний о терминах. Есть компонент, который называется Translation Memory, TM, это память всех переведенных сегментов. Этот компонент нужен для того, что когда мы получаем новый текст, если у нас есть предложения уже в некотором смысле похожие на уже переведенные, то мы можем экономить ресурсы и время на перевод этого текста, просто подставляя готовые кусочки текста из нашей памяти переводов. Понятно, да. Это вот то, что предшествовало машинному переводу, как мы его знаем сейчас, да, то есть пока у нас не было хорошего машинного перевода, у нас были вот эти вот большие памяти переводов, и мы таким образом немножко читили, да, и подставляли с каким-то коэффициентом похожести переводы из уже имеющихся, из уже когда-то переведенных текстов. Вот, и, соответственно, вот у тебя идет работа над проектом, и чем богаче у тебя глоссарий, и чем богаче у тебя память переводов, тем лучше и быстрее у тебя получается переводить дальше. Вот. Ну и отдельно там может быть компонент стоять машинного перевода, который как-то тоже, допустим, мы интегрировали, что-то по IP подключили, перевели, потом редактор это все дочитал. Вот, и вот этот весь комбайн, он так вот интегрирован, все там крутится вместе. Вот, и в процессе у тебя есть тоже классический процесс перевода, это, собственно, перевод, редактура, корректура, и есть этап, который вот в нашей компании называли QA, Quality Assurance, называться он может компанией, компанией по-разному, смысл один и тот же, что вот мы решаем проверить качество перевода. Это может быть либо между редактурой и корректурой, либо между переводом и редактурой, тут тоже все вариативно. Но факт в том, что мы берем и наш переведенный текст сравниваем с теми терминами, что у нас есть в глоссарии. И вот тут нам важно минимизировать, вот в частности для таких языков, как русский, нам важно минимизировать прежде всего количество ложных срабатываний, потому что в глоссарии термин, естественно, заносить там в именительном падеже единственного числа, а в тексте он может встречаться в разных формах, и мы должны понимать, что вот формы термина в тексте это то же самое, что лежит у нас в глоссарии. Вот для этого с системой глоссариев взаимодействует такой скрытый компонент, который как раз и отвечает за вот это вот склонение, спряжение, построение форм. Вот. И главная его ценность в том, что вот этот вот конечный отчет, который поступает, например, редактору, отчет о качестве терминов, да, он содержит как можно меньше ложных, вот false positives, таких ошибок, вот. И подсвечивает только те случаи, когда реально, например, в оригинале есть какой-то термин, а в переводе его нет, соответствующего ему переводного термина нет. Вот. И вот, но... Алгоритм простой, но, скажем так, сложности, тонкости заключаются в том, что его нужно уметь обобщать на произвольные языковые пары, потому что изначально там бизнес, агентство может быть связано только с переводом с английского на русский, потом могут приходить произвольные пары. В разных языках есть немножко различные, естественно, грамматические свойства в разных категориях словах, ну и так далее. Вот. Вот вкратце про то, как происходит технический перевод, какие там есть компоненты, и про то, куда встраивается проверка качества перевода. Да, хороший экскурс, слушай, неожиданно. Ладно, давай потихонечку переходить дальше к луо, как к луо, как ты потом от технических переводов, ты говоришь, там разными проектами занимался, попал, ну где просто, собственно, вы писали непосредственно, а, ну давай, знаешь, что, даже, наверное, так, давай для начала расскажи немножко поподробнее, я думаю, что в любом случае будет интересно послушать, в принципе, про RTB, что это такое, ну вот немножко больше, да, то есть ты сказал, конечно, что это там real-time bidding, да, значит, так сказать, платформа для там рекламы, где там какой-то, ну, так сказать, аукцион, да, так сказать, там площадки или кто-то там борется за то, что предложение нам показать, но вот немножко, это такой дилетантский взгляд, мой, может быть, ну и, вероятно, немногие там и слушатели тоже в этой области работают, поэтому такой вот экскурс был бы здорово услышать. Да, конечно. В общих чертах ты описал все правильно, у нас есть пользователь, у нас есть событие посещения пользователем какой-то странички в интернете, и идея вот real-time bidding и то, что называется автоматическая закупка рекламы, это состоит в том, что мы каждое такое событие, захода каждого пользователя на любую возможную страницу, которой он заинтересуется, мы это событие в реальном времени отслеживаем, и вот между тем, как страничка в браузере начала загружаться, и тем, как вот уже весь финальный рендер состоялся, где-то вот происходит аукцион, и вместе с маркапом страницы в браузер пользователю прилетает вот всех раздражающие вот эти вот баннеры. Ну, значит, я сразу допомню, что в смысле пользователь заходит на страничку, на которой где-то в теле, где-то встроены некие вот блоки, рекламные блоки, их может быть не один, несколько, и там может быть сразу, так сказать, для каждого свой аукцион, что-то такое, и вот, как бы, ну, когда страничка запрашивается, вот здесь как раз-таки происходит тот самый вот этот аукцион. Да, когда страничка запрашивается, когда страничка запрашивается, обычно, значит, сама экосистема, она такая очень сильно, скажем так, ступенчатая, и сам аукцион, вот у нас есть пользователь, у нас есть сайт, на который он заходит, как правило, сайт приходит, входит в, входит, пожалуй, ну, такое более-менее хорошее слово, в более крупную сущность, вступает вот в партнерские отношения с более крупной сущностью, которая называется SSP, Supply Site Platform. Это некий агрегатор предложений по монетизации трафика. И вот как раз SSP от имени данного сайта, на который пришел данный пользователь, устраивает аукцион, в котором, в свою очередь, участвует противоположная сторона покупающая, это DSP, Demand Site Platform, которые, в свою очередь, объединяют, агрегируют несколько, ну, например, для простоты рекламодателей. То есть, вот как с одной стороны, с одного конца у нас сайты входят в SSP, да, с другой стороны рекламодатели в DSP. А вот SSP и DSP это уже те сущности, которые непосредственно занимаются вот аукционом. SSP выставляет вот конкретно события захода данного пользователя на данный сайт на аукцион. DSP, и в аукционе участвуют несколько DSP, естественно. Это было бы неплохо. Каждая DSP смотрит, насколько ей интересно это предложение. Если предложение интересно, кому, какой именно, какому из рекламодателей это предложение было бы интереснее всего. И в итоге все заканчивается ставкой, ну или там несколькими ставками. Протокол позволяет. Чаще всего использующийся протокол OpenRTB позволяет тут вариации какие-то. В результате все ставки отгружаются обратно в SSP, который проводит между собой аукцион. И, наконец-таки, выявляет победителя. И вот этот вот победивший рекламный блок, для простоты мы говорим об одном рекламном блоке. Ну да. Разметка. Вот эта рекламная, собственно, разметка баннера, видео, чего угодно. Сейчас уже появились другие форматы. Они... Вот это вот... Вот этот рекламный код уже рендерится в браузере. Происходит событие, которое называется Impression, показ рекламы. И вот небольшая копеечка перетекает от рекламодателя к владельцу сайта. Попутно вот там DSP, SSP, если есть прочие участники, они снимают свою комиссию. И как раз мы в компании занимаемся тем, что мы не оперируем какой-то собственной SSP или DSP. У нас есть технологический стэк, с помощью которого мы строим SSP или DSP для наших клиентов. О, вот как. То есть, вот так вот. Вот, да, да. То есть, мы сами не являемся ни агрегаторами трафика, ни агрегаторами предложений по монетизации, ни там, взаимодействуем с рекламодателями. Вот этим бизнесом занимаются наши клиенты. А мы для наших клиентов строим вот решение либо что-то для продажи вот трафика, либо для покупки рекламных возможностей. И у нас, кроме того, есть такой проект, собственно, в котором я начинал работать в компании PionWeb. Это такая отдельная платформа, которая называется BitSwitch, которая занимается, она как бы вводит в эту инфраструктуру еще один уровень, потому что, что тут, где начинаются сложности. Вот когда у нас, например, три SSP и две DSP, им все как бы, процесс интеграции выглядит довольно просто. Вот каждая из SSP пришла, каждая из DSP заключила там какие-то контракты, программисты написали код, который их связывает, и все хорошо. Но сейчас в современном мире счет и SSP, и DSP идет на сотни, и, естественно, связать каждого с каждым, ну, это не представляется возможным, потому что у кого-то трудный процесс тестирования, у кого-то долгая разработка, у кого-то не очень типичный протокол. И мы вот вышли некоторое время назад с таким продуктом под названием BitSwitch, который занимается тем, что связывает между собой многочисленные SSP и DSP. То есть, с одного конца к нам подключены многочисленные SSP, все их запросы преобразуются в унифицированный протокол, после чего рассылаются на другой конец, к которому подключены уже многочисленные DSP. Попутно мы там тоже добавляем ценности, отсеивая фрод, ботов, это тоже больная тема для мира и РТБ. И таким образом выступаем такой площадкой, которая позволяет SSP и DSP торговать и подключаться к друг другу. То есть, в данном случае, что SSP, что DSP, достаточно подключиться только к BitSwitch, после чего SSP получают очень много покупателей. Ну, понятно, да. И в обратную сторону. И в обратную сторону DSP получает очень много сопла и очень много источников трафика. Есть из чего выбирать. Вот. Да, здорово, слушай. А вот подскажи еще, смотри, ты говоришь, протокол там есть используется, то есть, как-то вот, ты говоришь, очень сложности в подключении, то есть, в принципе, это, ну, есть протокол, а что он стандартизует, то есть, как бы, что в нем описано? Просто именно вот коммуникации, а техническая реализация может быть разной, поэтому проблемы вот с подключением или вот, так сказать, что он дает? Который ты сказал OpenRTB, да? Да, OpenRTB, да. OpenRTB описывает, собственно говоря, формат ответа, формат запроса на аукцион и формат вставки ответа. Еще некоторое, вот, пару лет назад, собственно, три года назад, когда я начинал работать вот на этом проекте, про который я рассказал, отдельной проблемой было то, что многие крупные ССП не полностью или не поддерживали OpenRTB. И тогда отдельная проблема была в том, что нужно было их как-то какие-то кастомные протоколы... Ну, понятно, кастомные, да, проприитарные, это, как всегда, конечно, тяжко с этим работать. Не говори. Соответственно, это было первой проблемой при интеграции в принципе, то есть, нужно было создать, реализовать поддержку многих протоколов. Вот. С другой стороны, проблема может быть вот банальной с точки зрения процесса. То есть, когда мы подключаемся, ну, допустим, мы как... Вот, хотим покупать рекламу, хотим, да, хотим покупать трафик, рекламировать что-то, и нам нужно подключиться к какому-то продавцу, к какой-то ССП. Для этого нужно вот написать код, который это делает. Дальше тестирование, значит, наступает фаза тестирования, во время которой нужно на каком-то небольшом количестве трафика проверить, что все идет так, как надо. Иногда в процессе этого возникают, естественно, какие-то сбои. Ну, то есть, самая большая проблема, ну, несколько есть проблем технических в мире РТБ. Одна из них, это, естественно, вот в тот момент, когда происходит показ рекламы, все заинтересованные стороны себе вот свои какие-то внутренние каунтеры бампают, что вот я показал, я показал. Но иногда бывает так, что кто-то считает больше, кто-то меньше, не в силу там какой-то нечестности или желания накрутить, а банально в силу каких-то технических ошибок. Вот это, есть такое жаргонное словечко дискрепансе, вот расхождение в числах, которое, естественно, в конечном счете выливается в расхождение в деньгах, то есть, кто кому сколько должен заплатить. Ну, логично, да. Да, и вот в процессе тестирования выяснение вот этих причин дискрепансе, оно может занимать довольно долгое время. И если мы помножим вот все это время, которое на количество потенциально интересных нам коннекшенов, партнеров, которыми мы как ДСП хотим подключиться, то может получиться довольно такой трудоемкий процесс в силу вот этих возможных вот таких нешероховатостей, про которые я сказал. Вот. И процесс может растянуться ну там на пару месяцев запросто. А нам хочется вот уже рекламировать, не знаю, у нас только какая-нибудь сезонная рекламная кампания, вот если мы там через неделю не запустимся, ох, там будет плохо и какой-то рекламный бюджет сгорит. Вот. Такого плана проблемы могут быть при интеграции. Это даже несмотря на то, что сам протокол OpenRTB, он специфицирует, как должен выглядеть реквест, запрос на аукцион, как должен выглядеть ответ и прочее, прочее. Слушай, а там он построен в принципе так что-то типа REST, то есть это просто SCP-шные запросы друг к другу или это как-то TCP-шные, ну что если как вот, если так чуть-чуть ближе на технический, все-таки хочется же real-time, то есть там какой-нибудь HTTP, но опять там какие-то накладные расходы либо как, то есть до какой степени он это все специфицирует? Или он именно вот абстрагируется и только на логическом уровне формат запроса, формат ответа? Он указывает на то, что он специфицирует HTTP в качестве транспорта, в качестве формата передачи сообщений нет какой-то, не помню точно, техспецификация, сказано, по-моему, что, вот по крайней мере до недавних версий было сказано, что предпочтительный вариант это JSON, но возможно, например, протобав. О, как. В качестве формата. Ага, формат, но с реализацией, скажем. Да, но здесь каких-то таких ограничений жестких точно нет. И основная часть спецификации на этот протокол, она просто описывает логическую структуру этих сообщений, которыми обмениваются участники. Ну и, собственно, весь workflow, кто кому какой запрос шлет, что он ожидает в ответ, какие дальнейшие... Да, да, да. Ясно, слушай, ну тут мы так плавненько как раз-таки подходим к тому, то есть, где здесь сложность, так сказать, и почему вы, в какое место у вас, где вы используете LOA, потому что вот как раз, мне кажется, оно тут-то очень-очень вот все к этому мы так потихонечку прям как раз подходит. Расскажи. Да, конечно. Как я уже сказал, мы занимаемся тем, что вот строим эти самые SSP и DSP на основе того технологического стека, который у нас есть. И там много есть всего, вот все модные нынче словечки про вот big data, машинное обучение и прочее, и прочее, но вот в сердце этого всего бьется сервер приложений, который занимается, это HTTP сервер, который занимается, собственно говоря, приемом запросов, посылкой каких-то дополнительных запросов в какие-то источники для того, чтобы определить, какие данные нам пришли, там сходить, получить информацию о пользователе дополнительной, если у нас есть, и так далее, и так далее, и отдача ответа. Ну, в случае, например, если мы говорим о сферической DSP, принимаем запрос от SSP, что-то с ним делаем, проверяем, делаем, у нас есть какая-то бизнес-логика, которая что-то с этим запросом делает, и в результате это дело трансформируется в ответ, который может быть либо нет, мне этот реквест не интересен, либо да, интересен, вот ставка, вот реклама. И вот, собственно, вся эта бизнес-логика, она-то и скриптуется на Луа, то есть, вот Луа – это то, что склеивает вместе разные части нашего, разные компоненты технологического стека, и вот до конца выстраивает весь-весь-весь воркфлоу, который задается бизнесом для реализации данного конкретного проекта. Слушай, а расскажи немножко, ну просто вот интересно, какого рода, так сказать, вот эта бизнес-логика, ну то есть, в моем понимании, ну да, пришел запрос, соответственно, я там, ладно, надо славить в базу данных, понять, условно говоря, кто вообще заинтересован в этой площадке, или там, ну кому мне сшать запросы на ставку, да, там со ставками. Дальше ты там и отправляешь там одной, трем, десяти, значит, этим рекламным площадкам, ну, как они там называются, типа, ребята, вот пришел запрос, такого, ну примерно, просто чтобы хоть как-то как бы представить, что там может быть. Примерно основные стадии следующие. В принципе, там вот, ну, в принципе, там все довольно просто, да, сначала мы действительно принимаем запрос, производим какую-то его базовую валидацию, там правила могут быть от какие-то, там какие-то формальные, например, вот протокол нам говорит, что такие-то и такие-то поля должны быть при таких-то условиях заполнены, да, мы это проверяем, до каких-то, я не знаю, если у клиента есть какие-то специфические требования, ну, например, мы же можем рекламу просить, мы же можем монетизировать сайты, а можем монетизировать приложения, и вот, например, наш клиент не готов покупать трафик из приложений в принципе. А, ну понятно, вы на основе, так сказать, заголовков еще, то есть вообще на самой прям стадии, по идее, можете все это выяснить. мы говорим, что вот, извините, пришел запрос из приложения, режем. Дальше есть такой большой блок проверок, который называется таргетинги, то есть это вот то, что, вот как ты говоришь, отвечает нам на вопрос, интересна ли нам данная площадка. Тут просто может быть дело в том, что очень много критериев, географические, временные, там, демографические, какие угодно, и, соответственно, нам нужно добиться того, чтобы по, на каждый ответ мы получили там вопрос, там, с каких-то сайтов, да, мы должны получить на каждый этот вопрос, мы получили ответ, да, вот, этот запрос проходит такой, 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 такой таргетинг, тогда он попадает дальше, конвейер сдвигается, смотрим дальше. дальше у нас есть то, что, пожалуй, является вот существенным таким ноу-хау нашего технологического стека, у нас есть различные модели, которые определяют, в реал-тайме определяют вероятность, например, на самом деле, в общем случае, они определяют вероятность чего угодно, но, например, они могут определять вероятность того, что будет показана реклама для данного пользователя, с данного браузера в данное время и так далее, и тому подобное. И мы этим можем пользоваться для того, чтобы какие-то заведомо проигрышные запросы не обрабатывать, не тратить время, а просто сказать, как можно раньше, нет, извините, нам это неинтересно. Или, наоборот, получить удовлетворительный ответ и пойти, наконец, дальше и сказать, что да, вот этот запрос нам интересен, а давайте посмотрим у наших рекламодателей, какие есть предложения для этого запроса. Дальше нам нужно выбрать потенциальных кандидатов, которые из рекламодателей, которые могут показать рекламу, и провести среди них некоторый внутренний аукцион, чтобы уже из их предложений выбрать оптимальное для данной ССП относительно данного запроса и уже вот это вот послать в качестве ответа, в качестве нашей ставки. В качестве ставки. Значит, оптимально, то есть это как бы не просто максимально, кто больше предложит, либо же тут все же какие-то еще, то есть ты выглядишь оптимальный. Я подумал, что просто кто больше хочет, ну, предлагает, вот это наша максимальная ставка, отправляем ее и дальше пусть там уже решает ССП. Или же все же тоже какие-то есть критерии, то есть там не знаю, опять какие-то там время, не знаю, то есть какие-то есть такие оценочные, я так понимаю, какие-то веса, да, то есть вот у критериев или что-то такое? В конечном счете все, конечно, заинтересованы в том, чтобы показать самую дорогую рекламу, да, но могут быть разные нюансы, например, у нас есть такой параметр, как, не знаю, как сказать по-русски, назовем это отсечка по частоте, например, у нас есть какая-то дорогая реклама, которую мы не должны показывать слишком часто, чтобы не надоест пользователю. И, допустим, эту рекламу уже показали, а можем показать ее только один раз в день. И когда нам приходит второй запрос, еще один реквест, еще один аукцион, на который такая реклама могла бы быть показана, да, мы ее в силу вот этой вот отсечки по частоте уже не покажем, а выберем, например, более дешевую. И это приведет к тому, что мы, например, там один раз покажем дорогую рекламу, а остальные десять раз покажем более дешевую. То есть, там есть разные, вот тут есть разные стратегии, не всегда все сводится, именно вот просто выбираем самую дорогую, потому что самую дорогую может не получиться показать в силу разных причин. Ну, либо ты ее будешь постоянно показывать, и она в итоге народ скажет, что-то мы столько денег вливаем, а где отдача, где отдача. Да, тут же есть еще, действительно, вот, помимо всего этого прочего, помимо всего о том, что мы говорили, есть такой момент, как бюджет и плавность его расходования. То есть, действительно, стоило об этом сказать раньше, потому что, собственно говоря, вот наша рекламная кампания длится от и до, например, с первого числа месяца до последнего, и на это время нам выделен какой-то фиксированный бюджет, который мы не можем позволить себе открутить за первый день смысла не будет. Ну да, логично. Поэтому оптимально, вот в данном каком случае, это означает, что не просто глупо выбираем, в лоб наивно выбираем самый дорогой, а вот смотрим, да, за таргетингом, за бюджетами, за какими-то вероятностями, за статистикой, только вот тогда, если вот все-все сходится, мы что-то показываем. Ну, понятно, и вот это вот как раз-таки все у вас скриптуется на ло, да, соответственно, вот эта вся обработка вот этого всего принятия решений, ну, ты скажешь, что, куда слазить и все такое. Да, вот весь десиженинг, он как раз и скриптуется на ло, да. Понятно, значит, ло, ло, хорошо, на ло скриптуется, но тут, значит, там лазит на ло вылазить в разные сервисы, да, все там запрашиваете, вот это как-то все. А тут, ну, дальше хочется подойти, так сказать, там, к вопросу, почему, чем вас там не устроил, ну, ло, который есть, там, ло джит или еще что-нибудь. Но давай вначале немножко расскажи, вот что у вас за стек, ну, имеется в виду технологичность, то есть это там Nginx, ну, скорее всего, да, или что-то свое вообще, то есть вот, ну, просто чтобы немножко понимать такую техническую составляющую вот в этих ваших решений вашей платформы. Да, конечно. У нас что-то свое вообще, у нас собственный сервер приложений, написанный на плюсах, и в него встроена как раз реализация ло, написанная, собственно, сама реализация, которая у нас есть, она была изначально форкнута от ло джита, соответственно, там язык реализации C, и сама виртуальная машина написана на Assembler. Ну да. Вот, собственно, наш, поэтому у нас наш технологический стек такой, то есть кастомный аппликейшн сервер на C++, вот, плюс встроенная в него в виде библиотеки написанная на C реализация ло. Понятно. Так, ну, про C-шную, так сказать, часть мы, наверное, говорить особо не будем, понятно, да, так сказать, ваша там заточенная какая-то, быстрая, оптимизированная, все хорошо. Расскажи, ну вот, как бы сейчас там все знают, там наверняка слышали, там, такой проект, как OpenRest, LoJit, да, там, Eugen Young из Cloudflare, и откуда он там, мне кажется, довольно-таки так активно его популяризует, ну и вообще, в принципе, большую работу проделывает, но это ладно. А чем вам не подошел, вы вначале, вы же не сразу написали свою реализацию, да, наверняка вы вначале использовали просто LoJit, соответственно, насколько я понимаю. Вот расскажи, чем он вам не подошел, так сказать, где вы там уперлись, что решили даже форкнуть и что-то свое начать делать. Ну, посмотри, тут история была такая, когда-то очень давно, я думаю, что там счет пойдет, там, 9-10 лет назад, как мне рассказывали, мы даже некоторое время использовали ванильный интерпретатор, вот то, что делают в Рио-де-Жанейро, собственно, создатели языка LoJit. То есть, даже какой-нибудь там, это 10 лет назад, наверное, что там, 5.1, наверное, все же, да, вообще, то есть, или что еще тогда, то есть, не 5.2, не 5.3 точно, наверное. Не 5.2, не 5.3 точно, да. Потом, в какой-то момент, когда обнаружили LoJit, тогда еще версии, там, 1x, стали использовать его, собственно, ради производительности. Ну, конечно. И большую часть времени мы использовали LoJit, а своей реализацией мы задумались, наверное, сейчас, году, в 2015. Вот почему. Наши проекты росли, и наша инфраструктура постепенно мигрировала с 32-битных архитектур на 64-битные. И первое, с чем мы столкнулись, это вот знаменитое ограничение по памяти в LoJit, когда на 64-битной платформе приложение не может получить себе там больше одного или два. Больше один или два, да, что-то такое. Да, гигабайт памяти. Для нас это критично, и вот почему. Когда наш сервер приложения запускается, и в него загружается бизнес-логика, в него загружается не только бизнес-логика, но и то, что мы называем data feed, или там на нашем жаргоне называем там XML-ка, или data.json. Это вот некий поток данных, который к нам приходит от клиента, собственно, от того, кто занимается, кто оперирует данной платформой, который мы разрабатываем. И это набор данных, который определяет вот все свойства всех возможных рекламных компаний, которые в данный момент активны. Это наборы объявлений, их цены, их таргетинги, и прочее, и прочее, и прочее. И у крупных клиентов, бизнес-клиентов растут, клиенты растут, вот этот поток данных, он может быть довольно большим. Настолько большим, что в какой-то момент ограничение по памяти начинает быть довольно чувствительным. Еще с учетом того, что мы работаем в несколько потоков, а сам луа по себе, вот сама виртуальная машина луашная, она однопоточная, соответственно, в каждый воркер мы должны загрузить свой независимый экземпляр вот этих данных, и в сумме мы можем довольно быстро израсходовать вот этот вот лимит на один гигабайт, и тут уже ничего не поделаешь. То есть мы получаем ошибку о нехватке памяти и падаем. В общем-то все, и это плохо. Вот. И, собственно, это было такое первое, такое очень большое ограничение, которое заставило думать о собственной реализации. луа. Дальше, как раз, вот в районе 2014-2015 года в луа-джите наступило такое нездоровое затишье, когда вот Майк Пол, человек, написавший луа-джит, сначала там какая-то приостановилась деятельность в репозитории, а потом он написал в рассылку письмо, в котором, ну, по сути, сказал, что вот вам нужен новый мейнтейнер проекта, и мы, в общем-то, тоже оказались такой ситуацией непростой, когда луа-это вот прямо-таки core бизнес для нас, насколько это возможно, и мы оказываемся с проектом с уже известными нам серьезными архитурными ограничениями, а тут еще и человек, который этот проект практически в одиночку поднял, он говорит о том, что он хотел бы его передать кому-то еще. второй фактор, нам нужно было приобретать собственную экспертизу и вот как-то решать вот те проблемы, которые мы увидели. И вот так мы постепенно пришли к тому, что нужно наиболее перспективным выходом в данной ситуации показалось то, что мы давайте возьмем, форкнем лоджит, начнем в нем разбираться, и постепенно, одно за одно и будем решать проблемы, которые насущны для нашего бизнеса. Ну, в общем-то, как ты расскажешь, да, вполне себе логичное решение, что действительно для вас это настолько ядро вообще вашей решения архитектуры и оставаться вообще без экспертизы довольно-таки, конечно, так страшно. Ладно, в общем, вы решили, начали, форкнули, и, значит, первое, что я так понимаю, от чего вы избавились там, это, конечно же, сняли ограничения по памяти. Да, мы сняли ограничения по памяти, и таким образом вот сейчас добились того, что на 64-битных системах нам доступна вся та виртуальная память, которая располагает любое другое приложение, запущенное на 64-битных системе. Расскажи, что там еще вы, так сказать, какие такие новости ввели, что вы там еще, в чем отличие от ванильного луаджита. Слушай, а еще скажи, вы форкнули уже как бы 2x, соответственно, версию какую-то, или тогда еще это один, да, был 1x? Нет, это было уже 2, но... Первые какие-то, соответственно, наверное. Да, но вот в второй версии сейчас есть 2.0, то, что считается... Ну, типа стабильный сейчас, 2.05 там последний какой-то. Да, и есть ветка 2.1, по-моему, пару недель назад было письмо Майка о том, что то ли это очередная бета, там, бета-5, то ли это чуть ли даже не релиз-кандидат. Ну, то есть, но на тот момент, на момент форка 2.1 еще был бетой, и там были еще какие-то свои переделки, а в принципе у нас к тому моменту мы много лет уже работали на 2.0, то есть, начав с версии 1, в какой-то момент мы успешно обновились на 2.0, даже что-то там патчили для себя по мелочи, и форкнули мы до 2.0. Понятно, так, ну хорошо, значит, сняли 2.0 ограничения по памяти, что еще вы там такого ввели интересного из новшеств, расскажи для себя. Дальше мы сделали несколько вещей, которые, может быть, были бы не очень интересны широкому кругу потребителей Луа, но стали очень интересны нам. Вот первоначально все крутилось вокруг вот этого самого потока данных, о котором я рассказал. Смотри, XML-ка, которая приходит от клиента и мапится в память, и с ней тоже работает наш Луа-код. Тут все развивалось довольно интересно. в Луа, как известно, констант нет. Но при этом очевидно, что те значения, которые приходят нам из этого потока данных, из этого дата-фида, они логические константы. Они не меняются. То есть, они, естественно, могут меняться клиентам. Например, у нас добавляется какая-то новая рекламная компания, но для этого есть отдельный процесс, у клиента есть отдельный юзер-интерфейс, где он что-то меняет. После чего вся эта XML-ка перегенерится, отправляется нам, и в тот момент на протяжении всего этого времени, пока мы работаем с ней, мы можем считать ее константой. И мы ввели такую новую концепцию, мы ее для себя называем ceiling, как припечатывание. мы берем и вот эти данные размещаем в памяти особым образом, делая их константными. Мы, грубо говоря, смотрим на все наши динамические объекты, которые у нас есть, и все те объекты, которые у нас помечены как константные, как такие запечатанные, они, грубо говоря, у нас лежат там справа. А вот слева у нас лежит все то, что динамически генерируется ло-кодом и что должно, и что garbage collector должен обходить. То есть, вы так, условно говоря, искусственно их выносите из, скажем так, общего скопа вот этого всего рантайма, может быть, не совсем корректно так говорить, но имеется в виду, что чуть-чуть их отодвигаете в сторону, чтобы, во-первых, ГЦ, соответственно, меньше тратил времени, тем более, что если это большой объем данных, то это в любом случае его обход так или иначе занимает какое-то время, правильно же? Занимал бы, в смысле, если бы он участвовал в процессе каждый раз. Да, именно так. То есть, мы их откладываем в сторонку и действительно объем этих данных сопоставим с объемом тех динамических данных, которые мы получаем на каждом запросе, а иногда и превышает этот самый объем динамических данных. И поэтому, все верно, ГЦ тратит меньше времени на обход совершенно не нужно того, что никогда не нужно будет коллектий. И в качестве бонуса мы получаем такую интересную вещь. Мы нашу платформу пропатчили таким образом, что мы, естественно, следим за тем, чтобы эти данные действительно нельзя было изменить. То есть, таким образом, мы предупреждаем возможность непреднамеренного изменения этих данных и в принципе помогаем нашим лоопрограммистам, которые пишут бизнес-логику, потому что иной раз, когда какая-нибудь у тебя развесится структура данных, таблица в таблице в таблице и так далее, что-то куда-то сохранил по ссылке, одно нечаянное присваивание какой-нибудь функции и вот то, что нельзя трогать, что должно быть константно, а это все еще помножается на многопоточности, вдруг у тебя фонтан ошибок, совершенно непонятно где, да, а таким образом, мы отложивши в сторонку и тщательно вот провели все эти места платформы, где потенциально возможны изменения данных и убедившись, что мы вот эти вот данные запечатанные не меняем, мы в качестве бонуса получили то, что они у нас еще реально вот редонли. Слушай, а наверное еще тут вот интересно, то есть, с точки зрения уже такой, ниже спуститься, наверное, там, ну, процессор, память тоже, они где-то там горячие лежат и тоже, наверное, они как-то там оптимизируются, с точки зрения доступа, наверное, тоже нет, есть что-то такое, ну, так, какие-то мысли, вот, если чуть-чуть туда, уже глубже на уровень, там, не знаю, доступа, системные вызовы, там, к памяти, пятая, десятая, она же тоже, наверное, как-то там горячая трасса, вот эта вся оптимизация, есть что-то такое, ну, или это немножко не про то, наверное, трасса про другое, да. Трасса немножко про другое, но не суть важна, каких-то, каких-то вот, какого-то прямого эффекта на, какого-то позитивного влияния, так, скажем так, заметного глобально на уровне всего приложения, на уровне вот кэшей, на уровне TLB и вот прочее, прочее, нет, такого мы, насколько я помню, прямого эффекта не заметили. Какие-то локальные успехи, да, конечно, запросы стали обрабатываться быстрее, улучшились перцентили, то есть, самые медленные запросы стали обрабатываться за меньшее количество времени и так далее, тому подобное, то есть, в целом, это изменение помогло. С точки зрения потребления памяти, мы сделали другую вещь, мы еще добавили специальную опцию, которая позволяет вот эти запечатанные объекты вообще хранить в одном экземпляре на весь наш процесс, вот, потому что, как я сказал, приложение у нас многопоточное и, в принципе, нет смысла хранить эти данные, да, константы, мультиплицированные, да, по числу рабочих потоков. Вот, с точки зрения минимизации использования памяти в целом, мы сделали такую вещь, как тоже вынесли их, добавили возможность для тех, кому это надо использовать их и хранить эти данные только в одном экземпляре. Вот. Из того, что еще мы сделали, мы вот довольно существенно перепахали инфраструктуру Logite в Logite, вот в 2.0 профилировщика в принципе нет, в 2.1 есть профилировщик, мы написали собственный профилировщик уровня, вот, уровня платформы, мы переделали в, есть такой инструмент отладки в Logite, он называется, пожалуй, не знаю, может он никак не называется, мы его называем дамперы, это в тот момент, когда включается трассирующий компилятор, он выдает некоторую текстовую информацию, о том, собственно, эта текстовая информация рассказывает нам, как происходит трассировка, как происходит запись байт-кодов в IAR, как происходит генерация машинного кода, где компилятор распотыкается и так далее, и тому подобное. И вот инструменты, подобные этому, на наш взгляд, они вот в Logite реализованы не очень хорошо, они реализованы следующим образом. Когда платформа работает, есть целый компонент, который отвечает за посылку так называемых событий и вызов колбеков на языке луа. И можно в теории написать свой луашный скрипт, который вот эти события будет обрабатывать. На самом деле, это кажется довольно красивой идеей, на самом деле это не очень удобно, и вот почему. Ну, представь, что нам нужно следить за тем, как у нас происходит трассировка нашего, как у нас происходит запись наших трасс. Когда мы работаем на фишном уровне, у нас есть все внутренние API, все внутренние константы, вот все то, чем располагает наша платформа. Как только мы выскакиваем на уровень луа, и просто хотим обработать вот события о том, что мы записали очередной байт-код. Никакой внутренней информации у нас нет. И если посмотреть на исходный код этих самых дамперов, исходный луа-код в луа-жете, то это какие-то простыни луа-кода с магическими константами, которые очень трудно поддерживать, которые очень трудно как-то развивать, а самое главное с нашей точки зрения это очень неудобно эксплуатировать. То есть вместе с твоим сервером приложений ты должен поставить еще какой-то дополнительный кусок луашных библиотек, как-то их по запросу подгружать или не подгружать, потому что естественно они никогда никому не нужны. В общем большую часть времени, кроме того времени таким отлаживать. В общем мы это дело помножили на ноль и такие инфраструктурные вещи, как дампер, как профилировщик реализовали отдельными модулями написанными на Си на уровне нашей платформы. Все стало гораздо более поддерживаемым, быстро, стройно, читаемым и легче в эксплуатации. Круто, круто. Кроме того, начав с того, что мы переписали дамперы, мы разработали специальный инструмент, который нам позволяет визуализировать то, как компилятор создает трассы машинного кода. Это на самом деле тоже такая серьезная тема, как он это делает, но суть в том, что он выбирает какой-то участок кода, какой-то путь внутри кода исполняется достаточно часто, и он становится горячим, из него при благоприятном стечении обстоятельств получается машинная трасса, потом может случиться так, что с этой машинной трассы случаются непредвиденные выходы, которые в свою очередь тоже могут разогреться, и таким образом постепенно-постепенно-постепенно нарастает граф трасс основных, боковых, которые как-то срастаются, и для того, чтобы иметь возможность как-то качественно оценивать то, как наш компилятор компилирует ход, вот мы написали некий такой инструмент визуализации, который нам эти графы показывает, и с его помощью мы проводили исследование того, как компилятор ведет себя на наших задачах, и смогли пофиксить несколько таких неоптимальных мест. Ого, да, слушай, прям вообще слушаю тебя и поражаюсь, очень такие крутецкие штуки вы делаете. Смотри, ну тут, конечно, ты все расскажешь, сразу, конечно, хочется тебя спросить вопрос такой, классическая дилемма, когда ты там форкаешь какой-то open-source проект, да, и встает вопрос, так сказать, либо вот, ну, вроде как и неплохо будет что-то там вернуть, наверное, куда-то в сообщество имеется в виду, да, назад, и нужно ли оно там вообще, и вот стоит ли, так сказать, либо вот, ну, то есть какие-то такие мысли начинаются, да, тут интересно, вот как бы ваша точка зрения, то есть вы как бы форкнули, и в принципе в open-source этого нет или есть? Этого в open-source нету, и официальная позиция компании такова, что вот пока мы не планируем это все дело open-source. А это связано с чем? Просто потому, что вот, ну, вы так считаете, что в принципе то, что вы сделали, это довольно-таки вот специфичные вещи, которые, ну, в первую очередь там вам нужны понятное дело, но возможно не очень сильно нужны широкой публике, а в случае open-source, так сказать, придется тратить время на, ну, все же какую-то поддержку, так сказать, да, там, наверное, тратить какие-то ресурсы, и это сейчас просто как бы не нужно, и поэтому вот вы сконцентрировались именно, так сказать, на своей такой, скажем так, ну, бизнес-процессах своих внутренних. Я даже не уверен, что знаю все резоны нашего руководства. Ну, да, вероятно, но просто хоть какие-то просто, интересно всегда, когда вот так происходит, так сказать, кто-то там прям вот, да, надо обязательно там вернуть, поэтому интересно ваше немножко так, ваше точку зрения. Ну, если не знаешь, то давай не будем, конечно, в следующий. Скажем так, вот полностью, чтобы не соврать, я лучше скажу, что я до конца всех-всех резонов не знаю, но это так. Ну, ясно, да. Ладно, хорошо, пойдем дальше. Расскажи, знаешь, интересно, ну, вот, да, написали вы, но наверняка же вы же хотели оставить полную совместимость, наверное, так сказать, с луаджитом, да, я имею в виду, ну, тем, что есть. Расскажи, как вот вы когда все это добавляли, там, все это тестирование, да, процесс тестирования вашего вот нового форка, там, решение на совместимость и просто, так сказать, юнит-тесты, вот, как все это вы запускали, ведь там тоже наверняка были какие-то интересные подводные камни. Да, там было несколько подводных камней, а самый большой подводный камень – это отсутствие, изначальное отсутствие тестов для луаджита, как для продукта. Это известная история. Эти тесты в опенсорсе появились не сразу, и, да, мы, конечно, мы думали о совместимости, и, да, ты очень хорошо заметил, что речь идет о совместимости хотя бы с луаджитом, потому что сам луаджит, он, ну, если мы говорим, например, о луаджите 2.0, ну, вот, хотя бы на состояние, на тот момент, на ту точку времени, когда мы форкались, там не было полной совместимости с луа 5.1 изначально, и как ее нету сейчас. Да, ее и до сих пор как бы на 100% нет, насколько я тоже так представляю. Да, поэтому, вот, наш бейзлайн был в том, чтобы не потерять хотя бы совместимость с луаджитом. И, смотри, что у нас уже было на тот момент, у нас были интеграционные тесты для нашего сервера приложений, которые, естественно, включали в себя в той или иной форме тестирование вот этого реализации луа, какая бы она ни была. Ну, да. Естественно, мы хотели спуститься на уровень ниже и тестировать непосредственно нашу реализацию. И первый такой масштабный проект, который мы реализовали, разработчики луа предоставляют набор тестов, при этом они подчеркивают, что эти тесты существуют исключительно для тестирования их реализации, собственно, референсной реализации луа. Ну, за неимением лучшего мы взяли их и просто эти тесты подключили, интегрировали в наш toolchain, в наш buildchain. И добились того, добились того, что эти тесты все стали проходить. Ну, то есть, каков тут был алгоритм? Идеальный план был такой, что вот мы берем этот набор тестов в неизменном виде, запускаем, находим какие-то баги, фиксим их, и вот следующие итерации, следующие итерации. Добиваемся, что просто он становится зелененький и довольны и счастливы все. В реальности, к сожалению, пришлось вот этот набор тестов подточить. Как раз в силу того, что этот набор тестов тестирует прежде всего референсный интерпретатор, соответственно, там есть какие-то штуки, которые вот implementation dependent, но так или иначе мы аккуратненько вот закомментировали все эти специфические места, задокументировали их насколько возможно, а в остальном добились того, что наша реализация проходила все эти тесты без падений. А дальше в какой-то момент Майк Пол опубликовал свои тесты. тот набор скриптов, который он использовал для тестирования собственной реализации. Мы взяли и этот набор тоже и положили рядышком с уже имеющимися официальными тестами от разработчиков Луа из Рио-де-Жанейро. И вот таким образом у нас появился еще один набор тестов. Параллельно, естественно, пока мы разбирались с нашей реализацией, что-то писали, где-то обнаружили какие-то новые баги, мы потихонечку писали и пишем постоянно собственные тесты. При этом, конечно, ну, то есть, тут подходов может быть несколько, идеально, конечно, было бы такое, что вот, скажем так, вот у нас есть наш код на C, а вот у нас есть, например, юнит-тесты на C вот этого низкого уровня. А вот у нас есть какие-то отдельные программки на языке Lua, у которых есть некоторое ожидаемое поведение, и вот у нас есть некоторый пускач, там, тестовый фреймворк простой, который с помощью, который запускает нашу реализацию, запускает с ее помощью эти самые скрипты и убеждается, что реальное поведение эквивалентно ожидаемому. А трудность тут в том, что вот для Луаджета, как он есть, написать какие-то юнит-тесты очень и очень сложно. В силу того, что внутри это вот один большой монолит, который вот раздергать на юниты, скажем так, это задача, которую мы сейчас параллельно вот циклу, основному циклу разработки решаем уже ну, довольно, довольно долгое время, как раз в целом на то, чтобы оно лучше тестировалось внутренне. Пока у нас, конечно, основной акцент на тестирование с помощью Луа-кода. К счастью, мы научились в последнее время писать юнит-тесты для сишного API. То есть, если, я думаю, на всякий случай я поясню, что сам референс-мэнью языка Луа, он определяет, что помимо того, что вот у нас есть Луа с его семантикой, есть специальная API сишного уровня, как раз для встраивания Луа в какие-то другие системы. Вот. И мы сделали такой маленький шажок вперёд, мы уже умеем писать юнит-тесты, вот покрывать вот эти интерфейсы тестами, что очень хорошо, с нашей точки зрения. Вот. И таким образом мы копили свою, свой набор тестов, использовали вот третьей стороны из Рио-де-Жанейро от Майка, использовали тесты замечательные, которые поставляются с модулем Луа Тест Мор, это порт перлового модуля Тест Мор и протокола ТЭП, вот, Тест Anything Protocol на Луа. Вот. Этот замечательный модуль, он помимо того, что укомплектован тестами на свою функциональность, он еще укомплектован набором комплайнс-тестов для Луа 5.1, 5.2 и 5.3, вот, и их мы тоже используем, и вот таким образом вот с Миру по нитке у нас есть несколько плюс, вот то, что у нас есть уже, то, что было с самого начала, это интеграционные тесты уровня сервера приложений, вот это вот все то, что у нас мы используем как минимум для тестирования нашей реализации. Ну, в принципе, что, большие наборы и фиш постепенно, потихонечку, постепенно где-то что появляется, пополняете, так что, я так понимаю, что тем более, если у вас уже все это уже давно живет, значит, все более-менее неплохо. Да, все более-менее неплохо, и мы хотели бы там сделать, ну, естественно, вот все то, что есть, все то, что я рассказал, это можно как-то каким-либо образом автоматизировать, запихнуть в CI, что у нас уже сделано, вот все хорошо. Следующим этапом нам бы хотелось уметь автоматизировать, помимо того, что мы используем вот эти тесты, при разработке каких-то новых фич, мы тестируем вручную, то есть, мы делаем какие-то тестовые сборки, выкатываем на тестовые стенды и пускаем какой-нибудь трафик, доставшийся нам, залогированный от реальных проектов. Это позволяет нам какие-то уж совсем нетривиальные случаи обнаружить, протестировать какие-то падения. И вот мы сейчас медленно, но верно работаем над тем, чтобы уметь автоматизировать и вот такой тип тестов. Нагрузочный, ну, в каком-то смысле. Да, в какой-то смысле нагрузочный, но в данном случае нам интересно, конечно, посмотреть поведение под нагрузкой и снять какие-то перформансные метки, нам интересно тоже, но, может быть, наверное, более важное то, что тестирование под нагрузкой позволяет нам прогнать через тестируемый компонент большое количество различных, ну, в данном случае это реквестов, большое число аукционов, разных событий и выявить какие-то редкие проблемы со стабильностью, которые там могут, может пропустить синтетическое тестирование. да, конечно, я имею в виду, что нагрузка именно не просто синтетическая нагрузка, а именно живая, это вот важный момент, конечно. Да. Круто, слушай, расскажи немножко про CIS, ты говоришь, у вас все это автоматизировано, ну, то есть, ну, здесь, наверное, особо, так сказать, какой-то сильной магии нет, но все равно просто интересно, как вы, чем вы это все собираете, то есть, как у вас устроен немножко процесс разработки, во-первых, расскажи немножко, сколько человек в принципе занимается, да, проектом, вот интересно тоже, вот столько всего там пилите, сколько у вас там людей-то всем все это делает, занимаются каждый день. Непосредственно наша реализация занимается три человека. О, всего лишь три человека. у нас довольно простой цикл разработки, у нас мы более-менее синхронизированы с нашим сервером приложений, собственно говоря, который является основным потребителем, ну, естественно, луло-программисты являются потребителем той функциональности, которую мы выдаем, но технически мы должны вот поставиться, встроиться в этот самый сервер приложений. Да, конечно. Вот. И у нас примерно двухмесячный релизный цикл, за это время мы готовим какое-то число фич, бакфиксов, если есть какие-то горячие исправления, мы их релизим прямо вот в качестве минорных хотфиксов, но если мы говорим о стандартном цикле, то это в первую очередь вот эти два месяца, в которые мы все готовим, тестируем, ну, и в общем-то релизим. В процессе, как бы параллельно этому всему, у нас есть Jenkins, в котором весь наш CI, в котором у нас есть ночные сборки, у нас есть тестирование, которое запускается при каждом мерже в mainline, из фича-бранча в mainline, ну, и вот как-то так, и туда же прикручены некоторые синтетические перформансные бенчмарки, то есть у нас каждый раз на... когда возникает... когда запускается какая-то джоба в Jenkins, у нас происходит сборка стабилити-тестирования, плюс перформанс-тестирование на каких-то синтетических бенчмарках, чтобы увидеть наличие каких-то, не дай бог, явных перформансных деградаций. Да, если что-то совсем явно, то есть чтобы... Вот как-то так, все довольно просто, мне кажется. Ну, понятно, да, я тоже так думаю, но все равно интересно было. Здорово. Знаешь, что я хотелось еще вот спросить, может быть, оно не напрямую, конечно, связано, так сказать, с вашей реализацией лоа, но поскольку все равно у вас много лоа-кода, если ты знаешь, расскажи немножко, как вы поставляете лоа-код, ну, потому что тут там с сишным кодом или там, не знаю, там, ну, более-менее все понятно, а вот как что-то у вас тоже, как вы его, так сказать, там, пакуете, у вас все свое, там, есть ли какие-то связи там на внешние компоненты, ну, ты наверняка тоже знаешь, там, проект лоа-рокс, который а-ля пакет-менеджер для лоа-экосистемы, да, сейчас же модно всем делать своих пакет-менеджеры, у кого его только нету. Кстати, в OpenResty тоже появился свой пакет-менеджер, называется OPM, OpenResty Package Manager, я тут, если интересно, значит, мне тоже там есть пара проектиков для технолуа, вот, и я, значит, товарищам пишу, ну, понимаете, что там есть какие-то зависимости через лоа-рокс под текст, я говорю, ребят, говорю, а вот как, ну, зашел к ним там в лист рассылки, говорю, слушайте, а вот все здорово, говорю, ну, вот у меня там либо она зависит там от нескольких других, говорю, ну, вот из них там часть окей, которые там OpenResty, конечно же, они есть у вас в OPM, а тех, которых нету, как быть? Ну, собственно, один товарищ какой-то там из таких явных активистов говорит, ну, говорит, да, мир несовершенен, поэтому, говорит, даже не знаю, что тебе сказать. Вот, да, это было маленькое лирическое отступление, вот расскажи, как вы поставляете, то есть код, что как у вас это все построен процесс, и вот, ну, может быть, что-то обсудим. Ну, вот в силу того, что мир несовершенен, мы стараемся не завязываться на какие-то внешние компоненты, внешние компоненты экосистемы, скажем так, вот, в принципе, у нас софт, используемый там разными-разными частями, разными отделами компании в разные моменты времени, он чаще всего пакуется в деппакеты и доставляется через пакетные менеджеры, а луа-код, во-первых, луа-код и луа-библиотеки, мы не используем внешние библиотеки, которые нужно было бы ставить через луа-рокс, вот, то есть, все те общие библиотеки, код которых должен быть разделен между несколькими проектами, они уже есть у нас, и там проблем с доставкой, в общем-то, не возникает. Ну, понятно, все, что нужно, вы забрали себе, у вас они лежат там в ваших репозиториях, чтобы ничего ни от кого не зависеть, ни от каких-то внешних факторов. Да, а сам луа-код, сама бизнес-логика проектов непосредственно, она раскатывается вот буквально папетом, то есть, все довольно просто, нет каких-то дополнительных этапов там, пакетирования, лор-разработчики тегают, создают, вешают тег на какую-то из, на какой-то из коммитов в Меркурии, для которой мы используем, после чего этот тег публикуется специальными скриптами, насколько я знаю, с помощью папета. И вот так вот происходит собственно деплой проектов. Понятно, то есть, в принципе, даже вы там, по сути, не в RPM-ке, никуда ничего не складываете, просто вот из репозиториев сразу через там папеты раскатываете все это. Да, да, да. Ну, в принципе, чего, вполне себе имеет право на жизнь, нормальный подход. Я так понимаю, тем более, что у вас все, в принципе, инсталляции, которые есть, так или иначе, они все вам подконтролены, в смысле полные, поэтому какой-то такого вот коробочного, коробочной поставки, в коробочной поставке нет необходимости как таковой, правильно же, да, то есть, как бы получается. Да, конечно. Она, конечно же, специфична для каждого заказчика, поэтому тут никакой смысл там какую-то коробочную версию пакета собирать нет. Да, естественно, как бы вся бизнес-логика, для каждого проекта своя бизнес-логика, и, да, инфраструктура контролируется там командой наших апсов, которые вместе с лоопрограммистами, там, руками апсов делается диплой, а глазами апсов и глазами лоопрограммистов этот диплой мониторится как раз на случай эксессор, и поэтому, да, нам достаточно публиковать непосредственно из репозитория. Ну, понятно, понятно. Хорошо, слушай, ну, наверное, ближе к заключению уже мы подходим. Расскажи немножко вот какие у вас там дальнейшие планы по развитию там проекта, то есть какие-то чего вы там еще интересного планируете сделать такого вдруг, если есть. Мы планируем продолжать всякие перформансные студии в G-компиляторе, потому что, несмотря на то, что мы уже занимаемся третий год этим проектом, на самом деле далеко не вся часть платформы охвачена. Если мы как-то успели пропустить через себя garbage collector, виртуальную машину, какие-то там сделать классные штуки, то, например, с компилятором есть много всяких интересностей, с которыми еще работать и работать. Кроме того, мы хотели бы продолжать улучшать наше тестирование и как-то внутренне реорганизовывать код и делать его как-то более удобным, более поддерживаемым, как-то обогащать инфраструктуру и какими-то инструментами. Вот как-то так, наверное, это из таких ближайших планов. А что будет дальше, посмотрим. Ну, да, понятно. Ну, конечно, хочется, чтобы как-то что-нибудь из этого все же попало в open source, например, инструменты, но я так понимаю, что сейчас профилировщики, они заточены, конечно же, именно под вашу платформу, под вашу реализацию и их так просто, скажем, применить к Logitech, ну, так сказать, open source не получится, я правильно понимаю? К сожалению, не получится, да. Понятно, да, ну, логично, но все же надеюсь, что, может быть, что-то как-то дальше срастется и что-нибудь достанется open source сообществу, но дело такое. Слушай, Антон, спасибо тебе большое, было крайне любопытно, интересно послушать про вот, как все это развивалось, что вы там такого делали, вот, надеюсь, нашим слушателям тоже, поэтому еще раз спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласил, было очень, очень приятно побеседовать. Взаимно. Друзья, ну, а вам спасибо, что слушали, и будет, если у вас есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, задавайте там в комментариях, вот, если что-то еще, мы обязательно о них там ответим, я думаю, Антон тоже всегда, если что-то будет адресовано, ему тоже всегда придет и ответит. Да, конечно. Вот, друзья, спасибо, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok